На протяжении прежних девяти выпусков мы рассмотрели уже немало вопросов по теме веры. А сегодня мы найдем ответ на следующий вопрос. Почему для процесса веры важно такая составная, как общение с Богом? Всем привет! Добро пожаловать вы на канале Арим. И с вами Андреева, Руслана и Ирина. Это десятый финальный выпуск серии подкастов «Как работает вера». Поэтому добро пожаловать всем желающим изучать процесс веры. Где бы вы нас не слушали, в YouTube, на платформе подкастов «Любовью Вержин», мы рады, что вы вместе с нами изучаете Слово Божье. Но прежде чем мы приступим к нашим местам Писания, давайте кратко помолимся и откроем себя для принятия служения Святого Духа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за это время. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты говорил к нам, и помоги нам понимать и принимать от Тебя. Просвети глаза, сердце нашего, чтобы мы уразумели Твою волю для нас, которая есть благая, угодная и совершенная. Благословляем это время общения, да будет оно в радости, в назидании и в удовольствии во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, начнем с первой главы книги Иисуса Навина, где Бог обращается к нему и говорит следующие слова со второго стиха. Итак, Моисей, раб мой, умер, встань и перейди через этот Иордан ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Пятый стих. Никто не устоит перед Тобой во все дни жизни Твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с Тобою, не отступлю от Тебя и не оставлю Тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Напомним, что сейчас Иисус получает слово от Бога, обетование. Бог обещает, вот что я со своей стороны буду делать. Но затем Бог продолжает седьмой и восьмой стих и говорит, только будь тверд и мужествен, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещевал Тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях Твоих. И, конечно же, всем известный восьмой стих. Да не отходит сия книга закона от уст Твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях Твоих и будешь поступать благоразумно. Из этих стихов давайте выделим для себя, что сейчас есть у Иисуса Навина от Бога. У Иисуса Навина сейчас есть, во-первых, записанное слово, которое он получил от своего прежнего наставника Моисея. Бог прежде дал пятикнижье Моисею. Закон для всего Израиля. И эта книга закона, она сейчас есть у Иисуса Навина. И в частности, в восьмом стихе Бог как раз о ней и говорит. Да не отходит сия книга закона от уст Твоих. Итак, первое. У Иисуса Навина есть записанное слово от Бога. Второе, что есть у Иисуса Навина. У Иисуса Навина есть пророческое слово для Него лично, которое вот сейчас он получает от Бога в свой адрес. Это я с тобой буду, точно так же, как я был с Моисеем. Я планирую вот что для тебя. Я через тебя хочу ввести мой народ в ту землю, которую я обещал. Итак, что у нас теперь под пунктом номер два? У Иисуса Навина есть также личное пророческое слово. Но теперь давайте мы зададимся следующим вопросом. Достаточно ли было для Иисуса Навина только этих двух составных? Написанное слово и пророческое слово, которое он получил лично в свой адрес. Но здесь как раз нам важно увидеть, что нет. Только этих двух составных было недостаточно для того, чтобы прежде обещанное Богом могло исполниться и проявиться в служении Иисуса Навина и всего народа Израилева. Интересно, тогда возникает вопрос, а от чего же недоставало в данном случае Иисусу Навину? Какой пазл еще нужен был для того, чтобы обещанное Богом буквально по факту проявилось в его жизни? Ведь подобные вопросы, друзья, согласитесь, возникают у каждого из нас. Когда мы читаем слово Божье или слушаем какую-то проповедь, и мы слышим обетование, обещание Бога в нашу жизнь, касающееся исцеления или обеспечения, выхода из долгов, восстановленных взаимоотношений и так далее, тому подобное. В разных сферах нашей жизни Бог обещает нам благо. И даже, может быть, на служении кто-то пророчествовал в нашу жизнь об этом же. Но потом проходит время, мы задаемся вопросом, а где же оно? Почему его сейчас нет вот в этой полноте, как мне было обещано? Чего не хватает для того, чтобы это стало явным в нашей жизни? А не хватает как раз третьего важного элемента, такого, как общение с Богом о всех деталях на протяжении всего процесса вхождения в прежде обещанного Богом. То есть, друзья, смотрите, это важно. Когда речь идет о том, чтобы мы входили с вами в обетованную землю, то речь идет о процессе. Где-то этот процесс занимает больше времени, где-то меньше. Но так или иначе, это процесс, это важно. И сейчас как раз-таки мы с вами и поднимаем вопрос о том, что же важно в течение этого процесса. Какой важный элемент должен присутствовать на протяжении этого процесса для того, чтобы мы с вами не сбились с пути, не остановились, не опустили рук, не сдались, не повернули назад, а именно шли вперед к проявлению того чуда, которое Бог сказал в нашу жизнь. Будет здорово, если вы возьмете первые восемь глав этой книги и прочтете эту историю во всей ее хронологии. Но при этом более детально постарайтесь удерживать наличие именно вот этих трех составных. Важность написанного слова, второе пророческого слова, которое есть у Иисуса Навина, и третьего вида слова от Бога, которое он получает, это детальное указание шагов, который ему необходимо делать для стратегического вхождения в прежде обещанное Богом. Хорошо, посмотрите, когда мы дальше переходим к следующим главам, Бог открывает дальше деталь за деталью, и он говорит, для того, чтобы вам перейти через границу, через Иордан, вот что вам надо сделать. Пусть священники возьмут ковчег, пусть священники зайдут в воду, вода поднимется, станет стеной, остальная вода уйдет, и весь народ по суху, по твердой земле перейдет на ту сторону. Что это было? Это был стратегический совет от Господа, который Иисусу Навину нужно было сделать на конкретном этапе. И теперь посмотрите, мог ли Иисус Навин вот таким образом повести себя и сказать, у меня есть написанное Слово Божье, у меня есть личное пророческое Слово, и вот сейчас перед нами река Иордан. Так, я же тот лидер, я же тот самый, который должен вести. Так, что же делать, что же делать? Ну, обычно, что делают люди перед рекой? Ага, нам надо какие-то плоты построить, нам нужно сделать какую-то переправу, или давайте корабли сделаем, в общем, и придумал Иисус Навин вот такую идею, давайте построим мост, или построим плоты, или корабли. И сказал Господь, благослови меня в деле рук моих, чтобы у нас все было успешно. Вы понимаете, такая модель весьма распространенная сегодня в христианском мире, когда мы берем только два первых пункта, и дальше уже начинаем все делать на основании того, что считаем правильным или из привычного нам опыта. Но вы понимаете, нельзя здесь двигаться, используя только два первых пункта. Есть написанное обетование, и у вас есть какое-то пророческое слово о вас в общем, и больше вам ничего не надо. Нет, для вас важен третий пункт. Господь, что повелишь мне делать дальше? Какой сейчас следующий шаг? И Бог говорит Иисусу Навину, вот четкая стратегия, и она крайне нелогична. Никто так с реками широкими не поступает. Они не останавливаются от того, что просто люди с каким-то ящиком в нее заходят. Но как раз в этом-то и есть суть взаимодействия с Богом, что когда мы делаем в послушании то, что Он говорит нам делать, тогда в действие вступает сверхъестественное сопровождение. То есть, другими словами, мы Его ставим главным. Не мы идем впереди и рассказываем Богу, где, что, когда и как нам лучше сделать, и выдаем Ему свой график и свое расписание. Нет, это мы позволяем Ему идти впереди и вести нас. Этого решения, Господь, я хочу делать именно так, как Ты хочешь. Когда Ты хочешь, что Ты хочешь, вопреки тому, логично это сейчас или нет, я принимаю решение быть послушным Тебе. Если мы перейдем к следующей истории, то мы видим также важную деталь. В шестой главе, после того, как Иисус Навин со всем народом подошли к первому городу, это был Иерихон. Бог дает сейчас Иисусу Навину четкую стратегию. Давайте прочтем об этом с первого стиха. Тогда сказал Господь Иисусу, вот, я предаю в руки Твои Иерихон и царя его и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Что сейчас мы видим перед собой? Мы как раз с вами видим четкое, детальное слово от Бога в отношении конкретной ситуации. Вот один конкретный город, Иерихон, и вот детальная стратегия, как завоевать именно этот город. И вот здесь смотри, когда мы говорим о проявлении обетований Божьих в нашей жизни, друзья, так много христиан продолжают верить в некое волшебство или мистику. Но раз Бог пообещал, значит, я ложу буквально Библию под подушку, утром просыпаюсь, и все, моя квартира там в золоте, в серебре, у меня новый дом, машина, семья и так далее, и тому подобное. Оно просто вдруг само по себе раз и пришло. Я здоровый, целостный, счастливый и так далее. Друзья, но когда мы говорим о вхождении в обетованное, то опять-таки, как правило, это процесс, в котором всегда должна быть такая составная постоянно, как общение с Богом. И поэтому, когда мы говорим о вхождении в обетованное, друзья, то это обетованное не просто вдруг сразу придет, а Бог покажет нам шаги, что нам нужно сделать, куда нам прийти, где это проявится в полной мере. Что мы сейчас и видим с вами на примере Иисуса Навина, который получает четкую, но и опять же вроде бы странную стратегию. Никто так не завоевывает города посредством молчаливого хождения на протяжении недели вокруг этого города, а в конце просто трубами затрубели, закричали всем народом, и рухнула стена. Здесь, смотри, интересно, второй стих написано. «Пойдите вокруг города все способные к войне». То есть речь идет о том, чтобы буквально собрать воинов, людей, которые умеют сражаться. Именно таких людей возьми, собирай и с ними иди. Но вы посмотрите на всю историю. Да, сейчас идут способные к войне, но посмотрите, победа им дарована не из-за их способности воевать. Потому что победа им дарована сверхъестественно. То есть речь идет о здоровом балансе и понимании того, что, да, со своей стороны нам важно делать какие-то вещи, но победа приходит не из-за нас с вами, не из-за того, что мы такие молодцы, а из-за того, что мы в послушании делаем то, что нам Бог говорит, когда Он говорит нам делать и как Он это говорит делать. И когда Иисус Навин одерживает эту первую победу над Иерихоном, то происходит как бы незаметное событие в 7 главе. С 1 стиха мы читаем. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого один человек. А хан, сын Хармия, сын Забдии, сын Азары, из колена Иудина, взял из заклятого». И гнев Господень возгорелся на сыновь Израилевых. И это как бы было незаметной частью. Кто-то один в Израиле согрешил, и то, что не должно было брать, а все в этом городе нужно было предать заклятию, этот человек решил не послушать. Но его грех, вы видите, что произвел, бросил отпечаток на весь Израиль. И сыны Израилевы сделали преступление. Но никто об этом особо не знал. Это было скрыто, спрятано. Не знал никто, ни народ, ни, конечно, Иисус Навин. Но вот сейчас перед ними стоит следующий город, который они планируют завоевать. Этот город был в разы меньше Ерихона. И старейшины народа, они сказали, «Давай мы отправим туда всего лишь часть наших воинов, и мы легко завладеем этим городом». Иисус Навин согласился, и они просто отправили часть армии на Гай, совершенно не ища при этом разговора с Богом о том, что бы ты сказал нам делать теперь на этом этапе. Смотри, что получается. Сейчас они в этапе, когда только что у них была сверхъестественная победа. И можно сказать так, что сейчас у них есть лучшие результаты, чем когда-либо за последнее время. Сейчас все начинает налаживаться, их боятся, у них уже есть опыт хождения с Богом. Они услышали от Бога инструкцию, они сделали, и они получили результат. И есть некая опасность хождения просто по той модели, что работала вчера. Понимаете, если бы существовала просто какая-то инструкция, которую вот делай каждый день, и это будет всегда работать, и тебе при этом не нужен Бог, чтобы общаться с ним, то тогда это очень быстро и легко просто-напросто превращается в религию. Почему? Потому что внешняя форма, она сохраняется, но внутреннее содержание, оно теряется. То есть они бы могли сказать, слушай, такая хорошая тактика, давай теперь каждый город будем обходить по семь раз и дудеть трубами, будут так падать все стены каждого города. Вот отличный механизм, будем его использовать. Но нет, то слово, которое было дано для того этапа, оно сработало. Теперь им нужно было искать общение с Богом для получения следующей стратегии, тактики, как овладеть этим городом. Они этого не ищут. Что в результате получается? Пятый стих. «Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Саварим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода». Подожди, но ведь речь идет об обетованной земле. Ведь Бог же пообещал им, что они войдут, что уже все сделано, что им победа подарена. Иисус Навин мог бы сказать, «Бог, ты же пообещал, что ты придашь в мои руки всех в этой земле, что никто, это твои слова, что никто не сможет устоять пред тобою. Бог, ты же мне обещал, почему же сейчас ты этого не исполнил?» Для кого знакома ситуация, друзья? Как часто в нашей жизни мы можем видеть расхождение между тем, что Бог обещал, между тем, что мы читаем о нас в Слове Божьем и о том, с чем мы с вами сталкиваемся в реалите, в нашей ежедневной жизни. Иисус Навин под этим давлением также сейчас испытывает огромное разочарование в шестом стихе. «Разодрал Иисус Навин одежды свои и пал лицом своим на землю пред Ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои». И, внимание, смотрите, что они говорят. «О, Господи, владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан? Чтобы предать нас в руки Амареев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи все жители земли теперь услышат, окружат нас, истребят имя нашей земли. Что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу, «Встань! Для чего ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратил тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите среды вашей заклятого». Вы только посмотрите на 12 стих. Это Бог сейчас говорит Иисусу Навину о том, что, ребята, ваша проблема, почему вы не могли устоять перед вашими врагами, потому что среди вас заклятое, и я не буду с вами до тех пор, пока вы его не истребите из вашей среды. Но поставим паузу здесь и зададимся следующим вопросом. До того, как они пошли на Гай и потерпели поражение, знал ли Бог, что уже существует эта проблема? И если бы в этот момент, когда Иисус Навин и народ израильский не знали, что существует проблема, потому что по всем внешним признакам, друзья, было все хорошо, вот эта ловушка, на которую мы так часто попадались раньше. Если мы смотрим по обстоятельствам, все хорошо, значит, у нас и с Богом все хорошо. Но это не есть так, потому что по внешним обстоятельствам в этот короткий промежуток времени, да, у Израиля все было ок, но в отношениях с Богом у них уже была проблема, потому что взяли из заклятого, и Бог это знал, но не знал Иисус Навин. А почему он этого не знал? Потому что не отправился в общение. Он не видел даже в этом надобности искать общение с Богом. Почему? Да потому что все же хорошо. Мы же сейчас на пике успеха. Мы одержали победу над таким огромным городом. Мы победители, мы крутые. Зачем тут с Богом-то общаться? И так все хорошо. И если бы Иисус Навин начал искать общение с Богом, повторимся, имея пункты первые, обещание Бога в написанном слове, пророческое слово о себе имея, но ища третьего пункта, получение деталей через общение с Богом. Как вы думаете, сказал бы Бог Иисусу Навину то, что Он сейчас сказал, что заклятое посреди вас, вы не одержите никакой победы. Я не буду с вами в этом сражении. Почему? Я не могу идти посреди вас, грех, беззаконие. И затем, после того, как Иисус Навин делает это, они удаляют заклятое из своей среды, и затем Иисус Навин снова идет к Господу для того, чтобы получить уже стратегию о том, как завоевать именно этот город Гай. И Бог четко ему говорит, выступи с одной стороны, а другая часть армии, пускай обойдет этот город с другой стороны. И когда вы выступите, и этот народ выйдет за вами, начните бежать. Те начнут думать, что вы опять отступаете, погонятся за вами. Вторая часть пусть сожжет этот город, после чего, как в тисках, разобьете всех врагов этого города. То есть, что сейчас перед нами? Четкая стратегия о том этапе, который сейчас нужно было осуществить Иисусу Навину. Итак, подводя итоги, мы с вами говорим о важности всех трех составных, которые мы с вами должны использовать на протяжении нашей жизни веры. Нам важно с вами иметь вернейшее пророческое слово и обращаться к нему. Это записанное слово Божье, обещание Бога, которое нам дарованы в Священном Писании. Но достаточно ли этого? Ответ – нет. Важно ли иметь пророческое слово о себе, пророческое слово от Господа? Кто ты? К чему ты призван? Что Бог мог пророчески сказать о тебе, возвещая свою волю конкретно для твоей жизни и твоего служения? Конечно, важно. Здорово это? Конечно, здорово. Достаточно ли этого? Ответ – нет. Даже комбинации из этих двух составных, их недостаточно. Важна третья составная, которая невозможна без такого элемента, как общение с Богом, получение слова от Бога, индивидуального, детального, стратегического слова от Бога о том конкретном этапе, моменте времени, который вам необходимо будет пройти именно сейчас, на этом этапе, в этот момент времени. Общение с Богом – это крайне важная составная, без которой жизнь веры, процесс веры, приведение Божьих обещаний в нашей жизни будет практически невозможен. И если кто-то сейчас из вас, друзья, подумал о том, что «Ну, это здорово, конечно, слышать Бога, но я не умею, или я не слышу, не знаю как, что для этого нужно делать», то, дорогие друзья, у нас для вас хорошая новость. Мы разработали целый ряд курсов для того, чтобы помочь каждому из вас научиться различать голос Божий, говорящий к вам. Потому что Бог желает разговаривать с вами, и более того, Он это делает. Но весь вопрос в том, чтобы нам научиться развивать эти навыки, понимание и взаимодействие с Богом через Слово Божие, через молитву, чтобы учиться слышать голос Божий через общение святых, через обстоятельства. То есть Бог готов с нами разговаривать совершенно с разных сторон. Главное, чтобы мы с вами были готовы к этому. Добро пожаловать! Переходите на сайт служения по ссылке, и там вы сможете найти подходящий для себя курс, чтобы стартовать в практическом понимании Бога и практическом хождении с Ним в каждом дне. И благодаря друзьям и партнерам служения все эти курсы и материалы миссии, они доступны для вас совершенно бесплатно. Аминь! Рады будем видеть каждого из вас. И в завершении этого выпуска давайте построим нашу молитву и провозглашение на основании восьмого стиха первой главы книги Иисуса Навина. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, за Священное Писание, и я говорю, оно да не отходит от уст моих. Я хочу, я прошу Тебя, помоги мне поучаться в ней в день и ночь, чтобы я в точности мог исполнять все, что в ней написано. И на основании Твоего Слова я верю, что я буду успешен во всех моих путях и буду поступать во всем благоразумно. Как это может звучать в виде провозглашения веры? Да, не отходит книга закона сего от уст моих. Я поучаюсь в ней день и ночь. Я в точности исполняю все, что в ней написано. Я успешен в путях моих, и благодаря этому я во всем поступаю благоразумно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И в завершении каждой серии выпусков мы также делаем призыв на основании слова апостола Павла в послании к Галатам 6 главе, где Павел говорит, «Наставляемый словом делись всяким, добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, делая добро да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, апостол Павел призывает наставляемых делиться всяким добром с теми, кто их наставлял. Тем самым такой человек осуществляет посев в свой дух. Сеющий в дух от духа будет пожинать и жизнь вечную. Поэтому, во-первых, мы благодарны всем, кто прежде совершали свои пожертвования для того, чтобы это служение, оно могло совершаться, и эти выпуски, они могли выходить постоянно. И также мы благословляем и молимся за всех тех, кто будет совершать свое даяние в наше служение во имя Иисуса. Отец, мы благословляем каждую руку дающего, и мы благодарим Тебя за благодать умножения. Мы говорим, Господь, что Ты подаешь обилие, посеянному нами, и Ты умножаешь плоды нашей правды. Мы благодарим Тебя за стократный урожай, Господь, за то, что он поступает беспрепятственно в наши житницы и кладовые во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с Вами. В следующей серии выпусков верю, снова с Вами услышимся. Всем благословений! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова